Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Просто о вере». Я ведущий Протеириан Мухов. В нашей передаче стараемся говорить простыми словами православной веры, о всем о том, что связано с православной верой. И вот сегодня мы касаемся вопроса, который, казалось бы, очень понятен. Просто от него мы отталкиваемся. Мы говорим, что сегодня будем о церкви. Что такое церковь православная? Очень широкий вопрос. Он себя включает все и, по сути, с другой стороны, ничего не включает. Здесь надо именно быть православным человеком, чтобы как-то ориентироваться. Сегодня у нас православный эксперт, отец Александр Дикушин, наставник храма в честь скоропослушницы иконы Божьей Матери при больнице Пирогова. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, такой простой вообще вопрос. А может быть, даже из катехизм. Отец Александр, а что такое церковь? Вот непростой вопрос, между прочим. Понимаете? На самом деле, наверное, вот здесь эту тему стоит немножечко раскрыть. Потому что церковь, она как бы имеет две стороны. Церковь, организация, да? Организация, церковь духовенства, да? Епархии, вот это все, это называется церковь-организация. И второй момент. Это церковь тела Христова. То есть церковь, как сообщество верующих людей, объединенных одной целью, Христом. Потому что основатель этой церкви, этого ядра, сам Христос. Потому что сейчас такое время, что очень много, очень много нападок на церковь различных. Очень много различных претензий, именно, да? Люди говорят, почему именно так? И к священству, и к иерархии, и все. И это есть, на самом деле. Но на это вот есть определенное объяснение. Потому что человек является членом церкви только в меру того, насколько он себя понуждает к исполнению заповедей Христова. В меру того, насколько он стремится действительно, искренне жить по христианству. Потому что может быть такое, вполне, и таких фактов очень много, что человек, называющий себя православным, христианином, не является членом церкви. Даже человек, который крещен, который ходит в храм, причащается, исповедуется, вроде бы совершает все необходимые обряды, не является членом церкви. — Отец Александр, ну вот тогда, а как стать-то членом церкви? Вот вопрос. Пришел человек в церковь, а вроде бы ни на одном приходе такого членства, так сказать, через каких-то билетов, профсоюзов, организаций дополнительных нет. С чего начать? Ну вот хочет он. Потому что мы же сталкиваемся, наверное, с тем, что вот я-то был в церкви, но разочаровался. Вот чем разочаровался? Не то организация разочаровалась, так сказать, в малом, скажем, формате, приходом в частности. Не то, может быть, деятельностью духовенства, о котором слышал где-то, в живую не видел, но слышит-слышит, в газетах много пишут. А либо тем, что, может быть, Христос вот как-то несовременные вещи говорил, а их надо как-то вот соблюдать, тогда вопрос о членстве. А как стать тогда частью тела Христова, церкви Христова? С чего начать? Начать надо с того, чтобы понять, для чего пришел Христос в мир. Для чего Христос основал вот ту самую церковь, тело Христова, о которой мы говорим. Первая его цель была – это исцеление человека от греха и страстей. Вот это основа. Все остальное – таинство все, да, храм, молитва – это все вспомоществующие факторы, понимаете, которые помогают, помогают человеку очень действенно, они необходимы. Но все-таки цель, мы должны понимать, цель – борьба с грехом, борьба со страстями, которые, надо сказать, есть в каждом человеке. В той или иной мере, но они присутствуют. И это вот как фортепиано, да. То есть вот пока оно стоит около стенки, никаких звуков не происходит. Но когда только начали нажимать на клавиши, появляется звук. То же самое с человеком. Человек наполнен, наполнен страстями. Но пока его не коснулись внешние обстоятельства, да, он молчит. Вот, скажем, спит когда. Можно сказать, человек совершенный. Вообще никаких в нем нет вот этих вещей. Как только его касается внешняя обстоятельства, какая-то конфликтная ситуация, к примеру, говоря. Тут же начинает все выплескиваться наружу. То есть вот эти страсти, страсти, они начинают мучить человека на самом деле. Вот если человек внимательно посмотрит, посмотрит на свою жизнь, он поймет, что вот и грехи, и страсти причиняют ему очень большой, серьезный вред жизни. Ну, даже врачи говорят, что это вредно. Вредно кому-то завидовать, да. Портишь свое здоровье. Ему-то что, этому человеку? Ему ничего. Твоя зависть – это внутренние чувства. У тебя там и давление повышается. И сердцем плохо стать может от этого. Или ненависть к кому-то иметь. Вообще это же ужас. Даже врачи, официальная медицина об этом говорят. Уж я не говорю, что с духовной точки зрения как. Вот в первую очередь, если человек хочет стать истинным членом церкви, вот этого тела Христова, он должен для себя принять искреннее, сердечное решение жить по-христиански. То есть как? Понуждать, понуждать себя к исполнению заповеди Христова. Отец Александр, часто сталкиваемся с тем, что наше окружающее нас, это вообще касается всей России, не только в Самаре. Всех вообще людей, живущих в России, крещеных в частности, не крещеных в общем, но себя как-то причисляющих к православию, что он говорит, у меня вот и вера-то в сердце. А вот ваши религиозные обряды, они мне не очень-то нужны. А вот вообще мы должны разделять веру и религиозность. Это, скажем, одно и то же. Вот чтобы люди немножко в каких-то понятиях, так сказать, для себя определились. Или это разные вещи, но друг друга они не исключающие, а дополняющие? Все правильно. Эти вещи именно дополняющие друг друга. Но, как вот я уже до этого сказал, что человек может ходить в храм всю жизнь. Всю жизнь. Исповедоваться, причащаться, свечи ставить, обед не заказывать, но не быть членом церкви. Как вот так? Это же абсолютно реально. А жизни духовной, именно внутренней борьбы с грехом, со страстями, осознать, что я человек грешный, что живу я неправильно, помоги мне, Господи. Искренне желать избавиться от вот этих страстей у человека нет. Он живет, как живет. Считает себя абсолютно нормальным. Абсолютно нормальным, как все, достойным и все. И предостойным всяких благ. Понимаете? Потому что же он христианин. Он православный. То есть религиозность во мне она есть, поэтому я достоин всего. А уж там, соответственно, вера и через это покаяние, еще что-то, это второе, это меня не касается. Да, это вторично. Хотя на самом-то деле, вот именно вера, вера в этом смысле, она первична. Понимаете? Конечно, все таинства, их никто не отметает. Через них мы получаем благодать Святого Духа. Это огромная нам помощь в этом. Но вера, действительно, вера первична. У человека, вера, во-первых, в то, что человек должен осознавать, что он грешен. Вот в чем дело. Потому что часто так, что мы упускаем это из вида. Мы видим грехи чьего угодно, постороннего человека, того же священоначалия, священства, да, внутри церкви. Мы видим грехи всех. А вот свои грехи мы почему-то не замечаем. Они как-то проходят стороной абсолютно. Отец Александр, ну здесь, да, действительно, Господь говорит, не суди и судим не будешь. И люди забывают, что первые слова, с которыми Христос выходит на проб, все они говорят, покайтесь, приблизивайтесь к Царству Божию. Вот покаяние, перемена, изменения, оно почему-то не касается. Но, опять же, возвращаясь к тому, что такое вера. Вера без дел мертва. Апостол Яков, он нам говорит в своем послании. И мы вот сталкиваемся с тем, что люди там верят во что-то. Возникает иногда такое ощущение, что люди разочаровываются в церкви. Вот у нас сегодня статистика есть специфическая, которая говорит, что сегодня людей с высшим, например, образованием, более как образованных, как им кажется, более культурных людей, более религиозных стало больше, а верующих в Бога стало меньше. Вот, как вот, скажем, люди причисляют себя к православию, но при этом в Бога не верят вообще. Есть такие, да, ну, традиционные культурные ценности, связанные с нашим народом. А иногда приходят в церковь и говорят, слушайте, ну, что тут как-то мне вот не так там. Чего вот в данном случае не хватает, чтобы у человека в голове поменялось конкретно? Евангелие прочитать более внимательно, дотошно? Или, может быть, человеку там в приходе себя пытаться реализовать, типа, на помочь в чем-то? Почему вот такое, на ваш взгляд, сегодня процесс происходит? Может, в Новоруссии стало хорошо в стране, стабильность какая-то? Ну, что тут верить-то? Крест ношу и хватит. Нет, на самом деле это, конечно, не так. Евангелие, изучать Евангелие, конечно, это очень важный момент. Опять надо коснуться, как изучать Евангелие, да? Евангелие должно изучаться все-таки в толковании, интерпретации святоотеческом, святых отцов, потому что можно пойти и по пути, не знаем, протестантизма, как там пошло, да? Как Лютер сказал, соло скриптуры, только писание. И протестантизм рассыпался на множество течений. Почему? Вопрос. Ведь только же писание. А писание, оно одно. Почему рассыпались? А потому что писание-то одно, а понимание его может быть разное. У каждого человека свое. Я прочитал, я так понимаю. Он прочитал, он так понимает. Мы же, почему действительно православие содержит истинные учения? Потому что тут только согласное учение святых отцов, как и западных, так и восточных. То есть согласное учение по этому вопросу. Поэтому, конечно, верное, правильное изучение Евангелия, оно научает человека христианской жизни. Но если мы опять вот эти евангельские истины проецируем на свою жизнь, понимаете? Не просто, можно же читать как художественную книгу Евангелия. Ну, как, ну, интересно, да? Был Христос, он там совершал какие-то чудеса, чему-то учил. Ну, и что дальше? Надо соотносить это со своей жизнью. А как? Как я живу? Соответствую ли я? Соответствует мои жизненные устремления устремлениям Евангелия? Есть ли это? Почему происходит, правильно говорю, почему происходит разочарование в церкви? Потому что человек не понимает вот этого глубинного, центрального смысла. Смысла спасения, понимаете? Спасение в церкви. И спасение дается человеку только тогда, когда вот он стремится жить духовной жизнью, понимаете? Конечно, когда человек приходит в храм и по своему незнанию, может быть, по нерадению священника, священник об этом не сказал, начинает вести только вот внешний вот этот образ церковной жизни, да? Сразу там причащайся, исповедуйся регулярно, там вот ходи на богослужение и все. Человек утыкается в стену, он не видит смысла. А что дальше-то? Ну, я хожу, причащаюсь, исповедую. А сам я, каким я был, таким я и остался. Человеку нужно указать обязательно. Если хочешь, чтобы произошли изменения, изменения в твоей жизни положительные, займись, человек, собой. Загляни внутрь себя, посмотри, какие страсти и грехи у тебя есть. Они там есть все. Как они проявляются. И начни, начни с себя. Начни с самого, так сказать, главного. Начни контролировать свою мысль. Потому что если с этого не начать, вообще никаких изменений не будет. Отец Александр, да, на самом деле сложно посмотреть на себя с точки зрения критики. Ну, даже, может быть, и можно, но сложнее еще начать заниматься собой и, скажем, меняться. А коснуться я хотел бы еще вот какого вопроса. Когда мы касаемся непосредственно церкви, у человека она воспринимается, это храм. Церковь, в первую очередь, это именно не организация глобальная какая-то, которая касается все континенты и все народы. И церковь воспринимается чаще всего. Это не, скажем, даже московский патриархат, это русская православная церковь. Церковь – это приход. Так вот, неправильно часто скажу номинание. Приход – это храм, вот это и есть церковь. Как говорят, да, не церковь, а церковь, там еще что-то, там, церковь, Божья Мать или еще, ну, какие угодно звания, это ладно, мы в сторону оставим. Пришел человек-фрам, начинает в какой-то степени участвовать в жизни, как кажется, духовной своей разбираться, начинает, должен ли человек участвовать в жизни прихода. Вот на сегодняшний момент церковь, она самодостаточная организация. Она существует за счет пожертвований, условно скажем, каких-то внешних. Может быть, даже нам скажут, на каких, там, допустим, государственные. Или где-то там содержат, там, допустим, компании, трансконтинентальную церковь, храм устроить. Вот, из чего складывается бюджет церкви? И должен ли человек участвовать? Или там все хорошо, он там, ну, пришел, ушел в воскресенье. Вы понимаете, как человек, конечно, в делах именно церкви, да, и именно в делах прихода должен принимать участие. Но, на мой взгляд, это ему открывается в меру того, как он действительно старается жить по-христиански, понимаете? Старается жить по заповедям. Вот в чем дело. То есть сразу прийти, прийти и начать там вот бурно участвовать в жизни прихода, это не всегда даже бывает полезно для человека. Потому что он, как бы, внутренне не понимает, а для чего это нужно. Внутренне не понимает, для чего он все это совершает. Только вот в меру духовного возрастания, действительно, Господь, Господь дает человеку как дар любви, дар любви к ближнему, и человек уже начинает видеть, как действительно, как и каким образом помочь. Потому что, ведь, знаем, помощь может быть разная, абсолютно. Можно помогать, помогать кому угодно, только из-за собственного тщеславия. То есть я помогаю, но зато меня через это хвалите, там, медаль дайте, или что-то, какую-то медную табличку прибейте, да, что я сделал вот это. Самомнение, пожалуйста. То есть цели могут быть абсолютно разные. Самое главное, чтобы человек осознал, понял это, что целью помощи, действительно, и является искренняя любовь к ближним. То есть я же помогаю не просто храму, действительно, да, какому-то там холодному зданию. Прежде всего я помогаю людям, которые являются такими же прихожанами, как и я. Может, они действительно серьезно нуждаются в моей помощи, а я могу ее оказать. Я этого не делаю. Для меня это будет внутреннее противоречие. Я все усилия приложу для того, чтобы помочь. То есть надо понимать, помогать надо, но как помогать? Вот тоже надо обращать на это внимание. И, отец Александр, уже под конец передачи, вот я повторюсь, последний вопрос. А церковь вообще на что существует? Вот на какой опирается она? Бюджет. Она же вроде бы не государственная организация, не коммерческая. Вот ее содержит государство. Ее кто содержит? Ну, по факту, по факту церковь существует на именно добровольные пожертвования, на те средства, которые вносят прихожане. Люди, которые вот приходят в храм, да, искренне верующие. И на самом-то деле много таких людей, которые искренне, сердечно стараются помочь. В основном, я вот по своему опыту скажу, хоть небольшому, но как опыт настоятеля храма, те же самые бабушки, бабушки искренне верующие, да, которые, вроде бы, думаешь, не имеют никаких доходов серьезных, да, они готовы тебе отдать последнее. Потому что вот они сердцем чувствуют, где правда Божия, и кто действительно нуждается в какой-то помощи. Зачастую люди и с деньгами, имеющие и возможности, и вроде бы даже и называющие себя православными, проходят мимо чужой нужды, мимо чужой беды. Так что ведь не зависит, какой материальный достаток у человека. Даже дело-то абсолютно не в этом. А именно дело в желании помочь другому человеку. Ведь помощь-то может быть не всегда материальной, не всегда даже она материальная, важна и нужна. Понимаете, иногда просто доброе слово может изменить жизнь другого человека. Дмитрий Александрович, спасибо вам за ваши ответы, которые прозвучали сегодня в нашей студии. Дорогие друзья, конечно, тема не исчерпана. И будем еще говорить о церкви, потому что столько граней на самом деле у этого слова в понимании современного человека. Это, может быть, даже в голове не укладывается. И вот в данном случае, чтобы понимать, чувствовать и участвовать, будем в этом говорить. Но вам желаем, конечно же, быть не просто крещенными людьми. Посмотрите с точки зрения именно критической. Христос, если бы пришел сегодня к вам, чтобы вы пошли вслед за Ним, готовы ли или нет. Христос, Господь, всего вам доброго.